Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно! Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Вот наиболее понятливый ставят до того, даже как я начал об этом говорить. Это говорит, что люди ходят часто на наши вебинары. Спасибо, вижу, что все нормально. Коллеги, сегодня у нас очередной вебинар Директ Академии. И первый вебинар в этом учебном году Константина Николаевича Костюка, генерального директора компании Директ Медиа. Я, как всегда, первые две минуты занимаю под себя для того, чтобы дать общие объявления. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, в самое начало нашего чата. Там вы увидите три полезные ссылки. Первая ссылка – это общая ссылка на наше расписание. По этой ссылке вы можете зарегистрироваться на любой вебинар нашего текущего учебного года, а также посмотреть записи тех вебинаров, которые уже выложены на YouTube за этот год, я имею в виду. По второй ссылке вы можете подписаться на наш учебный канал в YouTube, где будет выложена в том числе и запись этого вебинара. Записи всех вебинаров у нас ведутся. И третья ссылка – это ссылка на наши так называемые треки. Это совокупности вебинаров, которые ведет один и тот же автор и связанные одной и той же общей темой. И в самом начале этой страницы вы увидите расписание всех вебинаров Константина Николаевича Костюка за этот год. Но будем говорить пока за этот семестр. Это может быть все продолжено в будущем году, будет обновлено. Но вот пока на все эти вебинары вы можете подписаться или на те, которые считаете нужными. Это очень удобно, сконфигурировано на этой страничке. Еще я хотел бы вам прорекламировать два вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Посмотрите, пожалуйста, в чат. Сейчас я их воспроизведу. Это вебинар Ольги Ивановны Бородиной, генерального директора издательства «Владос». Вот он называется. Такое длинное название, посвященное образованию детей с интеллектуальными нарушениями. И, соответственно, литературе для этого. И вебинар нашей сотрудницы, редактора Натальи Башковой, посвященный тематическим коллекциям в проектах Директ Медиа. Вот прошу также эти вебинары тоже иметь в виду, регистрироваться на них и приходить на них. Объявления по поводу сертификатов. По каждому вебинару будут выданы сертификаты, на которые вы придете. Надо обязательно присутствовать на вебинаре. Для этого единственное, что у нас пока чисто технологически этот момент находится в процессе перестройки. Поэтому я думаю, что мы где-то недели через две справимся с нашими проблемами. И все, кто с начала года ходил, получат электронные именные сертификаты на свой адрес электронной почты. Ну вот, собственно, и все. Последнее это то, что материалы всех наших презентаций вы можете скачать в окошке ресурса. Окошко ресурса располагается справа от окна презентации. Если его нет, то нажмите на кнопку с желтой открывающейся папкой в правом верхнем углу. И откроется окно ресурса. Там вы сможете найти презентацию, а также полезные ссылки. На этом у меня все. И я передаю слово Константину Николаевичу для того, чтобы перейти к сегодняшней теме вебинара. Константин Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать, благодарю вас приветствовать, благодарю вас сегодня у нас в гостях в Директ Академии. А сегодня речь пойдет о таком довольно неприятном тренде, который связан с кризисом монографии. И я здесь обозначил в своем названии связь этого кризиса с задачами библиометрии. То есть это будет проблемная беседа нас с вами. И буду очень рад вопросам и собственным рассуждениям в этой связи. Нас, разумеется, как издателей, агрегаторов, судьба монографии волнует в первую очередь. Ну и, разумеется, вам она тоже, раз вы пришли к нам, неравнодушна. Вот, я расскажу вначале о состоянии рынка монографии, вот как я вижу и тех тенденций, которые там происходят. Вот, затем расскажу больше о нас, вот что мы делаем именно для монографии, чем мы вообще можем быть интересны библиотекам. Ну и третье, остановимся на библиометрии, как я вижу, какие тут могут быть шаги, которые бы помогали ситуацию улучшать. Вот, в общем, кратенько постараюсь обрисовать вообще состояние научного книгоиздания. Мы все с вами наслышаны о кризисных явлениях в издательской отрасли. Вот, как всегда, кризис разные предметы затрагивает с разной силой. Вот, мне кажется, как раз научное книгоиздание, прежде всего монографическое, затрагивает в наибольшей мере. И думаю, что все вы это почувствовали. С одной стороны, есть какой-то рост объемов научной литературы, а с другой стороны, снижение инвестиций, кризис в отрасли. Вот, попробую именно с рыночной точки зрения, с фокуса, который мы видим, объяснить эту ситуацию. Если вы следите за вообще развитием российского рынка и знакомитесь с ежегодными докладами про спечати на эту тему, вам вот эти диаграммы знакомы. Это вот динамика книгоиздания по числу выпущенных названий, по совокупному тиражу. И, конечно, вы не раз встречались с тезисом, что как раз в учебном книгоиздании все очень хорошо. С 2008 по 2016, в общем-то, вот эти вот доли, которые оранжевым и желтым цветом выделены, научные и учебные издания, они постоянно растут. Как по названиям, так и по совокупному тиражу. Вот, ну, в частности, вот за эти 8 лет научная литература выросла на 5%, учебные на 4%. По общему тиражу доля учебной литературы вообще на 12% выросла. Ну, научная осталась почти на том же месте. Вот, причем эти данные даны в классической технологии книжной палаты, то есть без учета новых изданий по print-on-demand, электронных изданий. Я их здесь называю digital born. Вот, с одной стороны, кажется, что все очень неплохо. Вот, и вот если это вот диаграмма 2011 года, да, вот вы, если посмотрите 2016 год, вот эти доли значительно увеличились. Вот, но за этим скрывается довольно серьезный кризис. По количественным показателям он не виден, а по внутренним структурным процессам он очень даже чувствительен для всех. Если мы вот те общие показатели для учебной литературы разделим на вузовскую и школьную литературу, эти структурные изменения уже станут очевидны, картина изменится. Потому что практически вся продукция учебной литературы и все вот эти плюсы относятся прежде всего к школьной литературе, которая более-менее стабильна, и там больших технологических рыночных изменений, таких настолько больших, не происходит. Вот, и вы видите, по числу изданий вузовская научная литература составляет около 24 тысяч изданий, это около 20%, и вузовская литература практически столько же, тоже 24 тысячи. В то время как школьная литература, это всего лишь 8% наименований, вот она 9500. Зато по тиражам картины совершенно меняются. Учебная литература, это около 15 миллионов экземпляров, научная это 10 миллионов, а вот все остальное, что приходится на учебную литературу, это школьная. Там и живут основные тиражи, соответственно, и основные деньги. Вот, если говорить о деньгах, вот картина примерно выглядит вот так. И опять-таки, ну теперь перед нами общий срез, вы видите колоссальное несоответствие. По количеству наименований, научно-вузовская литература составляет практически 40% ежегодного выпуска книг. По объему тиражей, это всего лишь 4%. 4%. Вот, по денежному объему, немножко больше, но все так же мало. Это 9%. Вот, 4% на научную, 5% на учебную, вузовскую. И речь идет, конечно, о вузовской. Вот, опять-таки, основные деньги, они падают на школьную литературу. Вот, 30% от всего книгоиздания, всего нашего рынка. И, уже зная, вот, не по таким цифрам, а ситуацию изнутри, вы все знакомы с ситуацией, что за последние годы в библиотеках, они являются основными покупателями такой литературы, значительно сократились закупки. И это все вызвало значительное падение тиражей. Основной удар пришелся на 10-12 годы. Кстати, вот тогда и БС возникали, ну и все наши основные реформы. Вот, ну, в частности, как пример вот такого размаха этих падений тиражей, издательский дом «Инфраэм». Хорошо нам известный, лидер отрасли. С 2008 по 2011 у них снизился совокупный тираж с 3 миллионов 700 экземпляров до 1 миллиона экземпляров. Вот, и, соответственно, доля по тиражам упала где-то в 3 раза. Вот такой размах был шокового реформирования. Ну, и, конечно, понятно, что в виде эти цифры, что рынок научной учебной литературы очень невелик. И именно на него, так сказать, пришелся основной удар цифровой нашей революции. Вот, и на сегодня, опять-таки, видим в динамике результат, что около 50% всей литературы в России издается тиражом менее 500 экземпляров. Это и есть, прежде всего, научные издания. Вот, чисто по научным изданиям картина в этих отчетах вот перед вами. Опять-таки, по наименованиям верхняя строчка, вот, как вы видите, более-менее держится на одном уровне, хотя она даже значительно повысилась, если начать считать принт-ин-демант и все остальное. Вот, по тиражам не очень сильно понизилось, вот, в отличие от той реальной ситуации. Хотя в последние годы это падение заметно даже вот в этих отчетах. Вот, и тем не менее, каждый, все знают, что тираж каждой отдельной книги, он снизился, вот, в эти целые разы практически вся научная литература перешла на режим принт-ин-демант на постоянную допечатку. И первоначальный тираж 200-300 экземпляров это общая судьба практически любого научного издания. В общем, получился парадоксальный феномен, когда повышение количества наименований сопровождается снижением тиражей. Только за счет этого вот общий, как бы, тираж более-менее на одном уровне. И самое главное, что изменились как бы технологии создания научной книги. Во-первых, вот на первый план выходит принт-ин-демант, то есть малотиражная литература. Второй канал это электронные издания. Третий вузовское субсидирование, то есть вузовский канал, чисто вузовская литература, который раньше не был таким влиятельным, сильным. И авторское субсидирование, когда авторы оплачивают свои издания. Вот, по сути дела, в результате этого разобщения происходит демонетизация рынка научных монографий и снижение качества. Новые издания идут, но редакторская обработка снижается, себестоимость подготовки каждого издания снижается и фактически общий уровень качества монографии значительно падает. Это то, что мы имеем в результате этого процесса. Еще раз, почему это происходит, я уже назвал слово демонетизация, это по сути дело, означает, что уходит рынок, уходит рыночный формат работы. Вот, на этой сфере, на этой схеме отражена структура доходов рынка научно-учебной литературы, да, где происходит коммерческая продажа, а где, как я сказал, различные сферы субсидирования. Вот, и мы видим, что коммерческая сегментов всего два. Вот, для научной литературы вот это вот розовенький 18%, второй сегмент это инвестиции со стороны авторов, то есть, когда авторы оплачивают свое издание, вкладывают свои деньги, инвестиции со стороны вузов и научных организаций, то есть, когда институты, фонды субсидируют научные книгоиздания, то есть, это тоже, соответственно, не рынок, и вот только коммерческая продажа учебной литературы, она более-менее, ну, вот она составляет основной массив вот этого рынка, поэтому и происходит такая динамика, если учебная литература продолжает продаваться более-менее, то научная литература в своих продажах уходит с рынка и стремится к так называемому открытый доступ, который питается деньгами авторов и вузов научных организаций. Вот, в общем-то, это вот есть, как оно есть, например, в Советском Союзе вообще не было рынка и прекрасно себя чувствовала научная литература, но это было совсем другое общество, все-таки в нашем обществе основные экономические процессы регулируются рынком, и мы с вами еще увидим, что там, где уходит рынок, может уходить и качество, потому что все-таки традиционно монография, научная книга опиралась на тоже конкуренцию, тщательную работу, и вот такие структурные изменения даром не проходят. Ну, в частности, основной здесь фактор, то, что если деньги платит тот, кто заказывает музыку, то есть автор или научные издания, то рынок уже определяется не спросом, не теми, кто читает эти книги, а теми, кто заказывает. Вот мы с вами с потоком псевдопубликаций имеем научной переводики, это вот как раз тот случай, когда авторы платят деньги, а издательство просто ее издают, что бы там ни было. Есть еще факторы, которые играют здесь роль, это перераспределение рынка между отечественным и зарубежным контентом, это тоже очень существенная величина. Тут имеется в виду, что на закупке зарубежных научных баз данных последние десятилетия уходят в нашем государстве огромные деньги. Это часто во многом централизованные закупки, и от вузов идет, а главное все равно денежный мешок он примерно один и тот же, что бы ни происходило. Так что денег становится меньше для отечественной литературы. РФФИ закупает базы данных, ну и сами вузы на собственные средства закупают. По оценочным данным, это то, что я из презентации этих организаций слышал, на сегодня эти продажи покупки составляет около полтора миллиарда рублей в год, и там грозятся до пяти их довести. Если мы сравним с российским научным контентом и рынком, сколько денег приходится на него, вот это что, во-первых, издание учебной литературы, это монографическая книга издания, это научная периодика, тоже коммерческий рынок, и различные инвестиции, о которых я сказал, из разных источников. Это по оценке где-то 26 миллиардов рублей. Вот в сумме как раз около 4 миллиардов составляет наш рынок научно-учебной литературы, и как вы видите, около третьи от этого рынка ушло на зарубежный контент. Вот одна из причин падения российского научного книгоиздания. Ну, как мне кажется, около третьи падения объясняется вот таким перетоком финансирования с одного на другого. Вот. А второй такой заметный структурный фактор это разветвление, дифференциация каналов монографических изданий, разветвление по различным потокам. ведь прежде монографическая литература представляла собой единый монолитный источник в виде бумажной книги. Вот как раз коммерческая бумажная монография это была общая модель, любая книга имела практически такую форму. И всегда можно было на рынке купить любую монографию через книготорги и так далее. Вот сейчас уже это не получится сделать. И классические и вообще монографии они разделились на несколько разных сфер, которые зачастую не пересекаются друг другу. Ну разумеется осталась классическая коммерческая издательская монография, которая продается за деньги, к которой мы все привыкли. Но рядом с этим возникли и растут электронные монографии на различных платформах. Вот вот это то, что называется Born Digital, то есть то, что не имеет печатной формы, а сразу и рождается в цифровой и в дальнейшем живет и читается. В частности ЭБС это как раз такая сфера. Вот и есть еще автономный сегмент, который тоже очень быстро растет Open Access, то есть открытый доступ, там в основном сейчас переводика, но и растет уже вес монографической литературы в открытом доступе. Вот это тоже в общем-то совершенно иной источник. Еще я бы добавил тоже достаточно новый феномен, опять-таки цифровой, это вот цифровые сборники конференций, как виртуальный аналог монографической периодики. Вот когда возникли всякие эффективные контракты показатели у преподавателей вот эти конференции стали плодиться как грибы и зачастую они меняют и картину цитирования и вообще картину всего рынка. Это сейчас серьезный такой новый сегмент научной или даже псевдонаучной литературы. Вот и сравнение с тем как было и как есть, если вы сейчас захотите где-то найти книгу то есть в поисковике набрать ее название. Раньше можно было это сделать например на книжной палате в единой базе данных и вы всегда бы нашли книгу. Вот сейчас уже со многими не получится потому что в одной системе она найдется а вот из других сфер эта книга уже не найдется. То есть нужно ходить по разным местам и рыть и искать. Вот это очень важный как мне кажется феномен по сути дела мы имеем дело сейчас четырьмя типами монографии которые живут в разных экосферах. А единое книжно-информационное поле для монографии разрушено. Вот еще один любопытный мне кажется феномен это рост вузовского монографического потока. Вот раньше он был все-таки достаточно небольшой потому что считалось что издаваться монография должна издаваться в издательстве она должна быть качественной высокого уровня дело всей жизни и так далее. Вот по мере того как коммерческие издательства загибаются так скажем и уже не осиливают вот тот монографический поток который выдают ученые и преподаватели его немножко компенсирует вузовский поток и вот за последние 10 лет мы в частности по продажам по использованию замечаем очень стремительный рост издательской активности вузов вот он тоже связан с цифровой революцией с простотой издания и вот тем количественным наплывом вот сегодня мы можем оценить что если у нас около 40 тысяч научных учебных изданий по книжной палате издается в год вот вузами это где-то половина от этого числа а если мы прибавим еще собственный их формат учебно-методической литературы то 30-40 тысяч изданий это только одни вузы создают вот и а коммерческие издательства соответственно снизили на самом деле свой выхлоп это вот 15-20 тысяч то есть по количеству они как мне кажется уже заметно уступают в то время статистические показатели тиражей использования значительно выровнялись если еще недавно коммерческие издательства далеко опережали вузовские по объему тиражей использования то сегодня цифры показывают что во многих вещах они стали сопоставимыми и во многом благодаря как раз электронному электронным платформам в частности вот цитата из выступления на арбиконе последним марина марина илгаевы все больше вузовских издательств выходит в лидеры и занимает свою нишу в книжной отрасли причем в отдельных случаях вузовская книга существенно более качественно подготовлена и применима к учебному процессу отражение тренда в то же время мы должны понимать что вузы не являются издательствами по профилю издательская деятельность вообще не профильная для вуза и даже не может быть включена в его устав поэтому финансируется из небюджетных средств и по своей природе не очень вписывается в книжный рынок продвижение конкуренцию и так далее вот поэтому включение вузов вузовской литературы для вузов является во многом вынужденным им надо как-то опечататься и при этом очень сильно меняет параметры рынка и вот я интересную цитату наших коллег из Соединенных Штатов Америки выделил у которых тоже есть вузовские издательства и тоже все это сопровождается очень близкими проблемами вот как вузовский издатель в Америке оценивает свою миссию мы издаем самые низкотиражные издания по самой дорогой стоимости и ставим самые высокие цены на них а затем пытаемся продвигать на рынке тем кто в наименьшей степени нуждается в них вот вот это результат того когда делом занимается как бы не тот кто на него призван и кто им должен заниматься то есть вузовская вот этот вот расцвет это несколько такое болезненное я бы даже сказал явление компенсаторное по своей природе во всяком случае оно никак не должно забивать вот классический монографический рынок вот в общем я постарался показать что за внешне как бы приличными позитивными цифрами таится довольно печальный тренд угасания научного издательского рынка и причины этого причины этого несколько вот одно из них я считаю это спад творческой активности отечественной науки мы все больше ориентируемся на зарубеж на англоязычную литературу и наши ученые преподаватели становятся воспринимающими они слушают учатся они ведут и лидируют конечно это другая ситуация чем было в советское время во вторых и об этом еще вот я очень много скажу мировые отечественные научные рейтинги выстраиваются по публикационной активности в периодике монографическая литература практически в этом не участвует и именно поэтому теряет актуальность и ценность для ученых и преподавателей это наверное может даже еще больше важный фактор дальше количественно публикации растут а тиражи падают и происходит это потому что цифровые технологии порождают кризис масштабирования все легче издавать книгу и все тяжелее ее продвигать благодаря цифровым технологиям можно издавать книги очень маленьким тиражом и это как раз для любого бизнеса губительно издательством становится невыгодно заниматься научной этой малотиражной литературы не идут инвестиции при этом вот этот информационный рост ведут к росту цен издательских спрос наоборот падает бюджеты библиотек не растут и возникает дисбаланс некий конфликт издательств библиотек который тоже сказывается на том что издательства не хотят издавать монографии и сами по себе практически перестали их издавать ну и наконец очень важный фактор то что научно-учебная коммуникация переходит в свободный цифровой интернет формат открытый доступ открытые научные архивы и конечно чтобы продвигаться ученому он стремится сейчас в первую очередь в этот свободный поток и в целом вход туда значительно облегчен по сравнению с бумажной классической монографией ценность научной публикации удешевляется что соответственно делает опять-таки невыгодным работу с ним на рынке и подводя итог этим трендом можно сказать что коммерческие научные издательства за последние 10 лет потеряли около половины рынка по моей оценке это один из самых ранимых сегментов удар по нему пришелся гораздо сильнее чем по другим сегментам книжного рынка вот вот в общем-то то что я хотел сказать по общей ситуации на рынке так как она складывается и переструктурируется а теперь остановимся немножко на монографии и учебной литературы вот по ее существу все-таки можно ли вообще обойтись без монографии передать это все в открытый доступ и как вот не заниматься этим в классическом виде в каком-то облегченном вот ну напомню что такое монография монография это научные научные популярные издания содержащие полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащие одному или нескольким авторам вот это вот формат монографии цель монографии обобщить имеющуюся на данный момент информацию об исследуемой проблеме провести комплексное исследование предмета и представить научному сообществу новые теории решений имеющие научную ценность вот то есть конечно монография это крупная форма это так сказать итог работ большой работы многих лет большого опыта и разумеется и вчера и сегодня и завтра монография будет необходима для ученого и незаменима потому что она заявляет о нем как об ученом с большой буквы она помогает распространить комплекс его научных воззрений не как в статьях там отдельные какие-то взгляды да а именно комплекс и собирает воедину точку зрения автора по разным проблемам такой кумулятивный формат который никак не может заменить научные статья при этом я обращу внимание что существует очень большое различие между значением монографии социо-гуманитарных наук и естественных технических наук если скажем так для естественных технических наук монографии все больше теряет свое значение потому что их стиль профиля работы он хорошо обходится как раз научным форматом периодики коротких сообщений да то для гуманитарной науки монография абсолютно необходима потому что там всегда ученый работает с целым комплексом своих воззрений не с отдельными открытиями да очень часто научные сообщения гуманитарии содержат не столько открытия сколько описание феномена информационное изучение или обобщающую какую-то труд вот то есть статьей тут не обойтись и статья не сможет всего выразить того что вкладывается в монографию вот в общем такой замысел миссия которая несет монография и вот вместе с монографией я все-таки анализирую проблему включая и учебные книгоиздания потому что еще вчера конечно разница между учебником была огромная прежде всего по тиражам чуть ли не в десятки раз учебника пережал по тиражу монографию а вот сегодня их тиражи почти сравнялись ну и учебник сам он стал легко заменимым и очень много форм его донесения сам стиль преподавания стал такой что уже не является учебник настолько необходимым учебный курс формируется из разных материалов из разных учебников там статей и так далее вот это кстати несмотря на то что монография это вообще наверное самый низкий тираж из всех видов книжной продукции вот учебник вузовский он опустился практически до уровня монографии тоже сейчас сегодня печатается по технологии print on demand вот то есть научно-учебная книга вузовская книга она вот стала практически неким единым феноменом последствия цифровой эпохи которые вот обрушились на монографию выиграла она или проиграла вопрос обоюдо острый научная монография по самому замыслу своему формату издания направлена не на широкую аудиторию как любая другая книга а на узкую аудиторию и чем уже тем зачастую даже лучше и вот внутреннее развитие изданий научной монографии если ее поддерживать и облегчать ее издание что и делает цифровая революция стремится не к увеличению тиража а напротив к его уменьшению и все более узкоспециализированной тематике то есть это в общем-то узкоспециализация это для монографии довольно хорошо чем меньше а вот для издательства это конечно плохо чем меньше тираж тем больше подрывается коммерческая основа издания тем сложнее им работать в этой сегменте вот если мы возьмем по деньгам сравним вот с США например стоимость макета монографии вот я почитал там вычитал из их СМИ составляет 11 тысяч долларов вот довольно внушительная цифра у нас эта цифра на 10 раз меньше около 50 тысяч рублей то есть 1000 долларов условно говоря вот но и сегодня вот очень мало изданий назовем их классическими качествами качественными действительно получают эти деньги вот пошел поток монографии которые создаются там за копейки практически в авторской редакции вот конечно это не настоящая монография и вот в этих условиях ясно что никогда эти деньги качественной монографии окупить нельзя монография вообще практически перестала быть тиражным изданием вот это я считаю стоит отметить отдельный феномен соответственно она становится субсидируемым издательством автор вуз фонд и соответственно это уже не издание не издательский продукт по своей природе а некая услуга издательства что издательский продукт это всегда продукт который вкладывается само издательство инвестирует надеется потом извлечь из него прибыль и так далее если же к нему приходят с деньгами и оно делает ему все равно что это просто услуга и заказчик потребитель автор вот разумеется это все немножко переворачивает с ног на голову всю ситуацию которая всегда столетиями была на рынке научной литературы ну и последствия этого снижения покупательского спроса оттока опустения рынка научной литературы падение качества при видимом росте объема об этом я уже и сказал вот и основная причина еще раз это переход в перераспределение рынка в пользу научной периодики и вот научной периодики я бы хотел немножко остановиться отдельно потому что она нам пригодится когда мы к задачам библиометрии перейдем сегодня даже зачастую когда разговариваешь с библиотеками и спрашиваю что им нужно там из науки они говорят наука это значит переводика это тождественно научный контент это значит научный переводик вот ну я в предыдущих слайдов показал что я крайне не согласен с такой позицией а вот в плане научной периодики я бы здесь отметил вообще другой момент рост научной периодики связан не с ее научной ценностью а с новой ее ролью которую она получила в цифровой информационной среде по сути дела благодаря цифровым технологиям комплекс научной периодики становится комплексом управления наукой почему это происходит благодаря преимуществам и достоинствам переводики ну во-первых научный переводик собирает научные сообщения емкого формата очень удобно очень системно структурировано и очень понятно да как правило журналы посвящены одной проблеме одной там специальности предмету и это позволяет накапливать создавать такой поток новостной информационный о новых открытиях в общем это мы все знаем второе что очень важно единый стандарт разметки статей вот чего добиваются эти наши ключевые базы данных делает возможно создание единых реферативных баз данных глобальных баз данных позволяющие реализовать удобный поиск по всему этому насилу вообще создать единое информационное поле кстати вот информационное поле которого как мы видели которое разрушается у монографии а у периодики оно становится на порядок более качественным чем было в классическую эпоху бумажных журналов вот в нашем скопусе в эпох саймс вот этот феномен рост именно происходит вот следующее достоинство цитирование цитирование статей позволяет адекватно отследить авторитет ученый значимость его статьи для науки позволяет ранжировать статьи журналы результативность научной деятельности то что можно зацепиться за качество посредством цитирования вот это огромные преимущества вот ну и наконец публикационная активность научная популярность стать автора для автора позволяет формировать иерархию научных успехов автора определять кпи ученых то есть позволяет различать лучших от худших и как-то этим манипулировать оперировать делает вообще эту информационную среду операбельным соответственно вот исходя из всего этого национальные системы управления наукой хватаются за эти моменты и превращают цитируемость и публикации статей свою отправную точку для отсчета эффективности и деятельности ученого вуза института вот это бонусы которые приносят периодика вот но как следствие интерес к иным формам научного знания значительно падает и монография постепенно выпадает из системы управления и развития науки из вообще фокуса ученого я отмечу что этот тренд конечно может быть не совсем повседневный он касается в первую очередь ведущих вузов ведущих научных институтов вот но именно вот они определяют будущее отрасли и общее направление тренда ну не буду расшифровывать этот слайд потому что у нас не так много времени он здесь я как раз хотел вот разъяснить феномен успеха необычайного успеха вот наших двух реферативных баз в эпох сайенс и скопус это в принципе расшифровывает детально то что я сказал на предыдущем слайде то есть способность создать информационное поле совершенно нового качества и благодаря этому выстроить ранжирование не только деятельности ученого внутри организации но вообще в международном формате ранжировать вузы во всем международном информационном поле и вот именно во главе вот этой системы стоят наши глобальные рейтинги вузов стремление в них участвовать побуждает наше министерство образования и всю систему управления науки включаться включать вот эти механизмы закупать Web of Science и вот по всей вертикали выстраивать нашу систему организации управления наук системы ученых и так далее вот а самое вот ну и самое главное что вот эта система образованная реферативными базами данных они именно определяют основные направления инвестиционных приоритетов в науке то есть для всех кто инвестирует в науке это и министерство образования и сами университеты и даже вот внутри университетов кафедры то есть все ищут во что инвестировать свои силы базы данных дают на это ответ который заключается в слове публиковаться в журналах скопус и web of science и повышать все свои показатели вот это в общем-то очень стройная система цифровая я считаю она по качеству по своим интенсиям по своему смыслу коренным образом отличается от системы классической университетской работавшей до нашего информационного общества и в общем она эффективная и хорошая и завершается одно из ее следствий это перетекание контента сначала в журнальный формат а затем в открытый доступ open access это тоже одно из последствий этой системы вот и еще и последствия деградации монографической книги потому что не с журнальным форматом и даже не с open access монография не сосуществовать не может вот и в целом тогда если монография станет жертвой этой системы то я бы лучше сказал этой системе нет чем да потому что вот эти количественные метрики оценки в результате получает не свойственные не заслуживающие им решающие системно управленческое значение и в каком-то смысле деформируют информационное поле которое нужно лечить да вот следствием это становится деградацией монографического жанра потому что монографии не могут быть встроены в систему цитирования научных статей и вот вся революция инноваций в библиометрии она описывает исключительно жанр научной переводики кто вкладывается в монографии тот будет только терять и ученые в первую очередь здесь бы я сослался на интересное выступление Владимира Пислюкова книжки писать или статьи печатать вот где по анализу вопусайны скопус было показано что цитирование монографии значительно ниже и дает ученому значительно меньше чем если он публикуется в журналах то есть ученый только теряет если пишет монографии а не статьи вот соответственно ученым это становится не очень интересно ну а издателям как я сказал заставляет уходить отсюда соответственно подрывается издательская инфраструктура монографии исчезает вот это единое информационное поле монография сама качественно снижается и научная коммуникация которая без монографии как я сказал невозможно тоже снижается падает ее многообразие вот соответственно вот само происходит деградация самого вида этого научного творчества что конечно очень печально вот вывод из этого один монографии надо спасать и вот это информационное поле надо лечить включить его в современное информационное поле можно только единственным способом включить монографии в библиометрический процесс на сегодня они из него выключены почему и почему библиометрия проходит мимо монографии потому что сегодня вот это информационное поле монографии оно оно не соблюдает некое очень важное условие которые требуются для цифровой информационной среды но первое что должно быть чтобы это произошло должны формироваться единой базы данных монографии учебников основные на стандартизированной системе метаданных и идентификации изданий то есть так как это происходит как это выстроили наши дорогие веб оф сайенс за 50 лет своей работы вот возможно с помощью дои асбн эта задача может быть решена второе что должно произойти на основе базы данных книжных изданий должны формироваться базы данных авторов ученых которые должны конечно быть сопряжены с базами данных авторов переводники уорхит и то что мы уже на сегодня имеем это в общем-то более даже доступная решаемая задача вот но вот что принципиально что в основу библиометрии научных книг не может быть положено цитирование а может быть только использование чтений ну потому что мы уже обратили внимание что цитирование в книгах оно не является ключевым элементом а вот для учебников оно так вообще не обязательно там никаких цитирований не происходит практически вот то есть по по цитированию ценность монографии мерить нельзя а вот потому как реально их используют как читают ведь цитирование тоже просто форма использования ничего более активность чтения вот но нужны другие механизмы улавливать популярность и ценность издания вот мы в нашей электронной библиотечной системе я обратил бы внимание на следующий феномен который скорее вот свойственен именно России это рабочие программы дисциплин РПД это тоже система управления науки как она у нас бюрократически выстраивается которая благодаря своей стандартизации получает все те качества и ценности которые мы имеем в библиометрии у цитирования и переводики здесь отражаются книги которые реально ну или менее реально используются которые служат для учебного процесса и можно отслеживать и тоже выстраивать какие-то метрики ценности книжного издания конечно стоит помнить что вот такие количественные информальные методы оценки не должны иметь исключительного значения и стоять в главу узла угла вот из этого всего вытекает главный вывод что необходимы платформы и базы данных электронных книг на основе которых могли бы строиться подобные метрики с которыми могла бы работать библиометрия и как пример вот таких попыток это известная база book citation индекс бывшего томаса ройтера вот наравне с web of science который существует по моему с 2005 года вот но как раз вот этот пример показывает насколько сложна задача и неудачное решение вот мы знаем что уже существует такой book citation индекс вот но не на citation не на цитирование должна опираться библиометрия а на другие показатели вот а эта база она как-то ну ее обычно никто не замечает туда входят далеко не самые ключевые книги там ведется практически ручной отбор материалов то есть это пока все на уровне экспериментов вот поэтому я хочу предложить другие решения которые мы разрабатываем и хотим предложить вам в нашей электронно-библиотечной системе и сейчас я к сожалению у нас время-то быстро утекает но постараюсь быстро пройтись по тому что мы делаем для монографии и чем наш ресурс ценен именно с этой точки зрения вот теперь теперь немножко перезагружусь да и совсем с другой точки зрения то я так сказать скорее критически оценивал последствия цифровой революции а вот теперь постараюсь обратить внимание на пользе этой самой революции которая по сути дела дала новую жизнь монографиям с другого фокуса зрения вообще я бы отметил такой парадокс что научная книга это первый книжный жанр в котором электронный формат стал первичным и доминирующим для контента мы привыкли иметь дело с электронной копией бумажной книги когда создается вначале бумажная книга а потом продается ее электронный формат и на вид научные издания в своем большинстве так и выглядят то есть мы на всех электронных библиотечных системах работаем с форматом pdf то есть некой электронной копией печатного издания но на самом деле очень большое количество этих всех изданий это цифровые издания по технологии print on demand и изначально они создаются по виду как печатные издания но попадают дальше в цифровое поле и настоящую свою жизнь ведут в цифровом формате в виде pdf вот то есть такой интересный парадокс что это издание на самом деле электронное но имеет вид и все признаки бумажного книжного издания то есть получается что большинство монографических изданий вот в такой новой среде когда печатать монографии невыгодно это такое квазипечатное издание которое из книжного печатного рынка постепенно вымывается а вот в цифровом пространстве чувствуют себя все более уверенно и все более напористо и энергично и вот pdf тоже интересно оказывается вот такой универсальной технологией когда электронную книгу можно представить как и как бумажные издания и как электронные да и главное что это позволяет возможность корректного научного цитирования не трансформируя сложившиеся практики то есть ссылаясь на издание издательство страницу и так далее вот а второй ключевой технологии это print on demand который дает возможность существования книги без тиража книга издается а там дальше будет она напечатана в каком количестве не так важно вот это новый некий баланс книжного электронного формата и новую форму существования прежде всего монографического рынка и вот тоже цифры динамики которые здесь происходят первый столбик это ситуация 11 года и мы можем сравнить когда только начинались электронно-библиотечные системы общий показатель электронной литературы по рынку было всего один процент при этом в учебной литературе это было 10 процентов научной литературе около двух вот на сегодня средние по рынку это 4 процента электронный формат занимает учебная вузовская это уже треть около 30 процентов и научная около 10 процентов от этого рынка составляет электронный формат то есть расти конечно есть куда но вы видите что буквально за 5 лет произошел рост в 3 раза и если в обычном рынке складывается консенсус что электронное бумажное будет соотношение где-то 30 на 70 то в научной литературе и учебной я считаю уже в ближайшее время в перспективе 5 лет сравняется 50 на 50 электронный бумажный формат вот почему с монографией не произойдет так как с переводикой то есть не будет возникать открытого доступа не будет вот этого всего движения и почему монографиям нужна платформа другого типа во первых потому что авторы более ответственно относятся к своим книгам чем к статьям они мы сталкиваемся с этим они неохотно публикуют монографии в открытом доступе все-таки стремятся чтобы это был платный доступ какой-то привязанный не абы где потом монографии все-таки привязаны к издательству который работает на платной основе и не отдает соответственно книги в открытый доступ соответственно монографии в свободной сети в OpenAccess практически недоступны это очень вяло текущий процесс во вторых электронный формат именно книжных изданий поддерживает специализированная платформа со своими специальными функциями и это то что у нас называют электронными библиотечными системами а вообще электронными библиотеками но есть и зарубежные аналоги EBSCO ebooks ProQuest ebook system и так далее но важно отметить что между платформами переводики и платформами книжных изданий все-таки существенная разница и вот электронно-библиотечные системы они созданы специально под книжный формат и вообще и с другой стороны и для самой EBS хотя у нас есть переводика есть другие все виды научной литературы но все-таки основа и бизнеса и наших всех технологий это не периодически учебные научные электронные издания то есть это как раз вот мы и есть те кто работают с научными монографиями мы специализированные агрегаторы официальные дистрибутеры готовой издательской продукции поэтому EBS это о монографии вот это в общем-то такой мой тезис очень значим и громкий потому что другие EBS наверное бы сказали вам что EBS это о электронных учебниках учебных изданиях вот мы университетская библиотека онлайн изначально позиционировали себя как агрегаторы монографической литературы и хоть это не очень там выгодно и прибыльно но будем эту работу продолжать дальше вот немножко слов о нашей работе вот это вот перед вами схема роста контента многие наверное видели каждый год EBS вот здесь тройка лидеров EBS пополняются но с монографической литературой я считаю больше всего работаем мы 12 тысяч изданий в год у нас из них большая часть это монография ну а в целом EBS это график именно EBS сегодня охватывает около 30% ежегодного книжного выпуска учебной научной литературы то есть для одной EBS это довольно считаю серьезная доля вот при том что это актуальная качественная ценная издательская литература вот что у нас в EBS происходит с монографиями монографии составляет около 10% всего нашего содержания вот этот розовенький ломтик на первый взгляд не так много но на самом деле вместе с всей научной литературой другими форматами конференциями прочими это уже 25% всего контента вот ну и по значимости он хоть и не первый по числу но по значимости это у нас ключевой сегмент мы ставим перед собой цель составить костяк университетской науки это сегодня около 12 тысяч изданий вот и основные предметные области которые у нас формируются это конечно гуманитарная наука история филология философия педагогика право экономика социология и так далее вот по статистике использования монографии составляют 12% вот на этой схеме вы видите что почти 50% составляют учебные пособия это и понятно но вот вторая розовенький ломтик это опять-таки монография находится на втором месте что очень почетно вот монографиями пользуется вот и получается что есть даже некая симметрия у нас и монографий около 12 тысяч и использование монографий книговыдача книг которые выдают тоже 12000 то есть практически все 100% монографии используемы вот еще обращаю внимание здесь дана общая статистика у нас около 300000 книгообращений в год это 30 миллионов страниц прочитано прочитано вот но при этом глубина чтения одной книги составляет около 30 страниц то есть 10% книги вот это очень важно для именно научной работы работа с монографией никто не читает полностью всю монографию с ними работают с целым набором читают всегда то что важно то что интересно и вот именно ЭБС лучше чем любой другой формат тем более бумажно книжный позволяет проводить такую работу читать фрагментарно находить очень быстро места которые касаются именно темы и иметь массив базовой литературы по своей теме многих авторов многих изданий вот собственно именно поэтому я считаю ЭБС это лучший формат вообще для работы с монографической литературой вот ну а здесь направление как у нас наполнен контент вы видите на первых местах истории естественно науки экономики филологии правоведения религия наши приоритеты вот у нас представлено более 400 научных издательств из них это около 200 это крупнейшие вузы а также академическая наука то есть не не все наверное научные издательства у нас представлены но костяк лидирующий российской науки представлен у нас ВБС такие издательства как Флинт языки славянской культуры весь мир Роспен и университет МГУ университет Баумана и так далее и так далее Особые сервисы которые служат научные книги вот с 1 сентября у нас запустился интересный сервис именитые ученые он запущен совместно с Академией наук России библиотекой по естественным наукам и он представляет собой синтез вот той работы которую проделали мы за многие годы собирая точечно литературу по самым знаменитым и важным ученым и работу по российским ученым академикам которые провела Академия РАН вот в идеале этот сервис еще до конца не завершен но здесь вы получите на каждого ученого все его труды то есть это не просто классика а именно самое что ни на есть классика классики и причем полное собрание сочинений всех наших выдающих ученых это то когда мы соберем и реализуем эту идею до конца аналогов нет еще один подход к этой теме платформа научных монографий вы имеете дело с ЭБС как агрегатором разной литературы у нас с 1 сентября появился проект который работает только с научными монографиями этот проект направлен в первую очередь для зарубежного читателя потому что их наши учебники не интересуют а вот научные труды наших авторов интересуют на этом основе создана платформа из 70 тысяч изданий который знакомит с нашей научной литературой и классикой и современными авторами вот ну завершая этот обзор о нас еще раз обращу внимание что вот ЭБС это максимально удобная платформа для научного исследования и монографической литературы это тоже та форма о которой я говорил которая необходима для стандартизации для библиометрии вот этого информационного монографического поля и соответственно ЭБС сегодня стала необходимым элементом ландшафта качественной научной информации и отсутствие доступа к этим ресурсам сигнализирует о серьезном информационном дефиците в работе ученого почему я так пафосно говорю потому что все-таки мне кажется не все до конца понимают вот как ни странно у нас на сегодняшний день нет ни одного подписанного института российской академии наук но мне кажется не настолько бедна наша академия чтобы вот лишать ученого инструментов работы при том что о дороговизне нашего доступа речь не идет но то что наш ученый из академии наук не имеет доступа к этим ресурсам мне кажется это очень плохо для нашей науки так что ЭБС элемент ландшафта качественной научной информации вот есть у нас сложности скажу об одной но самой главной именно по поводу монографии в России традиционно сложилась лицензионно договорная практика передачи авторских прав на научные издания это как правило 3-5 лет это идет с бумажной еще эпохи вот для бумаги это не создает никакой проблемы а вот для нас это создает препятствие поскольку электронные права в этом случае привязаны к договору и соответственно поскольку лицензия наша лицензия предполагает только временное размещение на платформе мы не можем продать и передать издание навсегда на всю жизнь бессрочное приобретение вот этого от нас библиотеки очень просят а издательство это нам не предоставляет и вот этот вот парадокс он ну можно сказать ключевая проблема вообще нашего рынка вот в целом есть иные пути от продажи файла книги потребителю заключение договора отчуждения авторских прав но вот по этому пути пока к сожалению издательство идут очень редко мы здесь зависим от издательства от того какие у них именно права вот поэтому именно мы инициируем свою издательскую деятельность и там уже мы получаем полноценные договоры и которые правами можем полноценно распоряжаться вплоть до бессрочного приобретения книги вот как ни странно на зарубежных рынках эта проблема решена и как правило вот в США в тех же книги передаются продаются в библиотеке навсегда вот в ближайшем номере университетской книги будет моя статья с обзором ситуации в США вот большая часть библиотек пользуется именно вот таким форматом доступом к отдельным книгам бессрочному пользованию в России этот формат на сегодня невозможен пока решения этого этой проблемы нет поэтому подписываться надо постоянно может быть время несет здесь свои коррективы ну и надеюсь завершаю уже свое выступление затянувшееся теми предложениями которые мы имеем по поводу библиометрии рабочих программ дисциплины включения книжных изданий еще раз о системе книгообеспеченности сегодня она становится одним из ключевых элементов вообще для аккредитации вот существует целый пункт в ГОСах который требует укомплектовывать издание основной литературы перечисленной в рабочих программах дисциплин и модулей вот во ГОСах 3++ этот пункт так и останется вот на этом изиждется эта система и вот она имеет свои большие плюсы которые я уже сказал и слишком много уже распространяться не буду то что упоминание использования учебника в РПД это уже очень важный знак оценки качества литературы по данному предмету и вот если эту литературу если эту информацию аккумулировать то тогда можно видеть настоящих лидеров по данному предмету и издания и автора именно те издания автора которые востребованы которые используются повсеместно на сегодняшнее время эта информация нигде не собирается она распределена по различным абиссам по различным вузовским сайтам учебным отделам вузов в отчетных документах при этом не собирается и как показывает практика помимо самих РПД в той форме которой они должны быть в отчетности вузах не существует консолидированной отчетности по изданиям входящим в РПД когда мы обращаемся с такой просьбой нам почему-то многие ничего не могут передать и ответить то есть эта работа ведется бессистемно мы стараемся систематизировать создать один из первых инструментов подобного рода то есть создать единую базу данных изданий которые входят в РПД вузов те кто работает с нашей админской частью знакомые с этим сервисом который запущен в принципе давно но постоянно развивается и пока все равно у нас в режиме рабочего состояния не завершенного по нашему замыслу но с которым можно в целом работать этот сервис книгообеспеченности позволяет отражать содержание РПД по дереву программы цикла отдельные дисциплины и отражает по каждой дисциплине те книги которые входят в нее вот и одно из достоинств этой системы мы сразу показываем вот тут ценность книг насколько книга имеет отражение в РПД других вузов вот вы видите указатель красной стрелочкой мы выделяем зеленым цветом книги которые заполняет ну которые разные вузы используют для данной дисциплины и вот скобочках даем даже количество в скольких вузах используется данная книга в РПД этой специальности вот это все можно выгрузить в экселе и так далее и соответственно это и есть основа нашего рекомендательного сервиса книгообеспеченности который должен помогать заполнять РПД вот это интеллектуальный сервис который в свете всего сказанного выше полноценная интеллектуальная платформа которая обслуживает учебный процесс собирает большие объемы данных и в общем выходит далеко за функцией стандартного функционала книгообеспеченности в АБИС вот мы помогаем составлять списки для РПД преподавателям мы собираем информацию и вообще статистические качества использования учебной литературы в этом сервисе вот когда все это будет завершено у нас соберется около 10 тысяч дисциплин то есть база данных более чем внушительная и на основании вот этой собранной информации мы запускаем процессы Big Data то есть изучение учебных процессов по использованию которые как я надеюсь даст очень много всяких интересных инновационных фишек ну а одно из основных выхлопов этой системы будет ранжирование ценностей книг для учебного процесса то есть получение библиометрического показателя их качества это будет полезно и для учебников и для монографий вот еще раз обращу внимание что вот в нашем сервисе три элемента это гарантированный сервис книг обеспеченности когда мы предоставляем вузу на весь срок подписки гарантированно книги которые туда входят они перестают мерцать перестают уходить второй это аспект это рекомендательный сервис когда удобно искать книги это поисковый сервис отталкивающийся от этой общей собранной статистики и наконец эталонный сервис книги обеспеченности когда можно получить в готовом виде уже самую лучшую литературу по этой специальности которая используется во всей стране вот это три аспекта кого интересует и кто хотел бы здесь сотрудничать милости просим мы получаем ваши РПД и предоставляем вам вот эти все бонусы все плюсы которые можно из этого использовать особенно решаем проблему аккредитации ухода книг преждевременно вот а когда у нас будет завершена интеграция АБИСа и CRM вузов вот с этой системой то она вообще позволит преподавателю и библиотеке учебному отделу сразу видеть наполненность дисциплин сразу заменять какие-то издательства ну в общем спектр применения безграничен но сегодня не эта тема поэтому я только обозначил вот собственно я уже исчерпал свое время давно вот и слава богу подошел к концу своей презентации вот вам приглашение учиться вместе с нами мы тоже все время учимся вот но мы мы учимся и в интересных местах видите Валаам Кисловодск Байкал ну а сегодня в Директ Академии ну что ж прошу прощения прошу прощения что так долго говорил и без пауз вот постараюсь быстро ответить на вопросы долго вас не задерживать так вопрос мне тоже непонятно почему монография не включается в статистику по цитированию и количеству публикаций вот ну насколько я представляю вот систему во всех вузах по разному но публикационная активность в показатели публикационной активности входит издание монографии вот но вот в параметры именно цитирование и ранжирование действительно никак не входит неважно хорошая или плохая монография написана ее значение никак не отражается вот надеюсь что движение будет в этом направлении вот с помощью тех размышлений с которыми я поделился вопрос в подборе литературы для рабочих программ есть подводные камни должны быть последние здания имеющие электронный вариант размещенные в библиотеке лань таких требований как лучше издания нет но это правильный вопрос хотя вот как раз он очень интересный и спорный ну во всяком случае в ГОСОХ уже вот нынешних исчез этот пункт 50-10 летние границы книг вот ну разрешите поделиться своими соображениями я считаю конечно актуальность издания это очень важный параметр особенно там для юриспруденции экономики вот но вы сами согласитесь что у нас каждый день Шекспиры или Макс Вейберы не рождаются а рождаются почему-то очень редко и последние пять лет ну вот вообще никого не наблюдается на этом поле к сожалению вот если мы будем я считаю формировать книги из сугубо из наших авторов из учебников которые там пять лет назад написаны но туда войдет очень много макулатуры особенно в свете того той деградации монографического учебного книгоиздания о котором я упомянул выше вот во многих сферах особенно кстати в естественных науках ну вот и в социологии например тот же вот мы недавно я вам рассказала эталонной книгообеспеченности да нам подобрала это автоматизированная система она нам подобрала лучшие книги актуальные именно учебные пособия монографии по социологии да и вот туда работы Макса Вебера не вошли потому что извините им сто лет вот но кто изучал социологию вот в частности я он знает что это основа основ что это так сказать Шекспир в литературе что если у тебя если ты не прошел через Макс Выборы ты даже права такого не имеешь носить имя социолога и профессионала вот так что вот эти 5-10 лет я поддерживаю то что этот критерий ушел из ВГОСов потому что мы должны работать своей головой мы должны сами выбирать действительные здания которые нам помогают растить специалистов а не которые имеют какие-то формальные критерии 5 лет или 10 вот так что все-таки лучше мне кажется ориентироваться на лучшее а там уж какие формальные требования я думаю умный человек всегда к этому приспособится ну что ж это был последний вопрос благодарю коллеги за то что были вместе со мной что я поделился с вами своими размышлениями как видите это такие проблемные размышления тренд который вот я вижу он мне лично очень не нравится хотя вот за что зацепиться есть и вот та новая роль цифрового издания электронных платформ электронных библиотечных систем которые здесь маячат мне кажется она очень позитивная во всяком случае мы будем стараться работать в этом русле ну и может глядишь вот та система научного управления где тоже есть зацепки будет включать в себя монографии и монографии выдержат этот натиск периодики и снижение финансирования и все так же останутся фундаментом образования и науки вот благодарю всех кто был с нами в Директ Академии приглашаю на следующий уважаемые коллеги я со своей стороны благодарю Константина Николаевича за интересный вебинар и актуальный о вас за то что вы пришли на наш вебинар и напоминаю что на все вебинары Директ Академии вы можете зарегистрироваться вот по этому адресу одну минуточку сейчас я его повторю это адрес нашего сайта с расписанием и вы можете зарегистрироваться на все вебинары текущего учебного года а сейчас разрешите с вами проститься мы ждем вас на наших новых вебинарах приходите будем вам рады до свидания заеду вы вебинар на на